Тонны зерна ежедневно привозят с полей на зерносушильные комплексы. Каждый комбайнер старается намолотить как можно больше, чтобы перекрыть прошлогодние достижения. Поэтому гонка за урожай идет нешуточная. Работа задействована на каждом цикле. Это от начала. Диспетчер выдает путевые листы, каждый выходит на свой пункт. Все выдвигаемся в поле, собираем, убираем зернышки все. Далее поступает на зерносушильный комплекс, где зерно проходит все этапы обработки. На сегодняшний день уже намолочено 8,5 тысяч зерновых. Примерно каждый день у нас по 600-800 тонн зерна нам убрано. Самый распространенный зерносушильный комплекс, который использует аграрий белорусского производства. Это Лидарай, предприятие Лидсельмаш. Его вместимость около двух тонн зерновых культур. Эту партию зерна собрали совсем недавно. Сначала ему дают некоторое время просохнуть на солнце. Далее он направится в зерносушильный комплекс для того, чтобы просохнуть. Как только лишняя влага уйдет из зерна, в данном случае озимой пшеницы, оно переедет в соседнее здание на склад. Погода в этом году не самая подходящая. От частых дождей многие сельскохозяйственные культуры намокают, поэтому каждая фракция злаковых проверяется на влажность. От этого зависит количество времени, которое потребуется, чтобы высушить его перед отправкой на склад. И тут есть свои нюансы. Количество зерна, которое проходит через этот процесс, исчисляется десятками тысяч тонн. Переработка и хранение таких объемов требуют серьезных мер безопасности, ведь малейшее нарушение может привести к загоранию всего урожая. Спасатели отметили, что большинство недочетов встречались до начала уборочной кампании. В первую очередь, не всегда, допустим, своевременно работники проходят обучение по программам пожарно-техническому минимуму. Где-то есть необходимость заменить первичные средства пожароусушения. Допустим, где-то неисправно сводоподающая техника в зерно-сушильных комплексах. Мы это все смотрим, указываем людям на необходимость устранения всех этих недостатков. В ходе очередной проверки сотрудники МЧС проверили весь технологический процесс сушки зерна поэтапно. Нарушений выявлено не было. Даже наоборот, выяснилось, что на предприятии, кроме первичных средств пожаро-тушения, есть и специальные установки с целой сетью водопроводных труб и рукавов, которые расположены по всей территории. Так, емкостей на 8 тысяч литров по подсчетам спасателей должно хватить, если на зерно-сушильном комплексе вдруг случится загорание. Ежедневно спасатели Гродненского региона проводят рейдовые мероприятия по объектам сельскохозяйственного комплекса, задействованных в уборочной страде. Всего в Гродненской области таких объектов свыше полторы тысячи и свыше трех тысяч единиц техники работают в полях. Чтобы проконтролировать безопасность всех объектов и техники, спасатели проводят рейдовые мероприятия в составе смотровых групп, а также самостоятельно посещают объекты сельскохозяйственного комплекса, напоминают аграриям о важном соблюдении правил пожарной безопасности и контролируют процессы уборки, хранения и переработки зерна. К слову, в городской черте находятся 12 полей, которые используются в сельскохозяйственном обороте в этом году. Аграрии отмечают, что большая часть работ по уборке урожая уже выполнена. В течение одной-двух недель все они будут закончены. Ольга Бранкевич, Василий Мальцев, Новости Гродно+.